Добрый вечер! Корах, близкий родственник мужей Арона, левит из семейства Кеат и вместе с ним еще 250 именитых людей, именитых мужей в народе, то есть самых уважаемых, именитых. А также три человека из колена Рувен, все они выступили с претензиями против мужей и Арона. Весь народ, вся община, все святы. Почему вы возноситесь над общиной Бога? И на прошлых уроках мы постарались выяснить, в чем, собственно говоря, были причины. Вкратце, хотя есть различия между комментаторами в том, как они объясняют мотивы и истинные внутренние мотивы и то, что было высказано. Но в общем и целом, основное направление мейнстрима – это вот что. С одной стороны, есть недовольство первенцев, которым раньше принадлежала привилегия принесения жертвоприношений. Они ее были лишены, и эта привилегия была передана колену Леви. И не всему колену причем, а только более узкой ее группе, а именно Гарону и его сыновья. Леви, как колено, тоже не остался обделенным. Ему досталась привилегия служения в храме. Не принесения жертв, но все-таки служения в храме. Так что, в общем, вышла картина, на первый взгляд, не очень симпатичная. Моше пользуется царской властью, своего родного брата назначил первосвященником, своих племянников – священниками, свое племя Леви – служителями храма. В общем, за всем этим стоял один главный вопрос. Как формулирует это Равирш? В конечном итоге это было отрицание божественного характера миссии Муше. То есть, если Муше говорил, что, как бы, может быть, некрасиво выглядели все эти назначения, но это не его идея, это не он производил эти назначения, а все, что он делает. Точно так же, как все заповеди, которые он передает еврейскому народу, и все повеления, это повеления свыше. Его творчества здесь нет ни творчества, ни интерпретации, ничего. Он только передает, ретрофицирует все, что дается ему, он передает народу. Точно так же здесь по поводу назначения. Стало быть, те, кто это отрицали, они не верили в то, что есть действительно повеление свыше Муше, и здесь было отрицание божественной миссии Муше. И услышал Муше, и пал Ниц. Почему он подыкнет Ниц? Он не спорит, не пытается убедить, не оправдывается, не приводит аргументы в свою пользу. Подыкнет Ниц. Почему? Приведем два объяснения. Первое объяснение. Равшимшин и Файлируш. Поскольку речь была, сводилась все к вопросу о том, было ли повеление свыше по поводу этих назначений, которые совершили Муше, или нет. Стал быть, это вопрос о факте. Был здесь факт или не было факта? Истинность, утверждение о том, что такое-то событие произошло или нет, в данном случае повеление свыше переданное Муше, так вот истинность, утверждение о том, что событие произошло, может быть подтверждена лишь фактом, но не рассуждением, не логическими доказательствами. Разумные аргументы могут показать, что событие могло произойти, что рассказ о нем правдоподобен, но никогда не смогут установить факта. Произошло это или нет. Истинность посланника, а здесь у нас какой факт может произойти или не произойти, какой факт может доказать? Спора была о том, является ли Муше посланником Всевышнего в вопросе о назначениях, или он сделает ему назначение по своему разумению. Так вот истинность посланника может подтвердить лишь тот, кто его послал. А раз так, то подлинность миссии Муше может подтвердить лишь сам Бог. Поэтому Муше ни словом не отвечает на обвинения Короха. Все попытки оправдаться, они абсолютно неуместны. Муше не о чем спорить с Корохом. Если бы Муше спросили, представь себе, что в каком-то другом месте вот происходят такие-то назначения, он бы тоже сказал, по крайней мере, это как-то некрасиво выглядит. Не об этом речь. Если он это сделал, поскольку получил на это повеление, то вот единственный ответ. Поэтому спорить не о чем. Если Бог не сочтет нужным опровергнуть слова Короха подтверждением аутентичности, миссии Муше, тогда его миссия действительно закончилась. Либо Всевышний вмешается, либо не вмешается. Если он не вмешается, то спорить Муше не о чем. Тогда действительно он сделал свое дело, может уходить, и его миссия на этом заканчивается. Это и выражает его вот это вот падение ниц. Иначе совершенно объясняет здесь Раши. В чем причина этого бездействия Муше? Пишет Раши так. И пал ниц из-за раздора, из-за мятежа. Потому что это было уже их четвертым преступлением. В пути еврейского народа по Синайской пустыне это уже четвертый бунт. Когда согрешили, в самый первый раз это было, когда согрешили поклонением золотому тельцу. Мы видим, что Муше реагирует там очень активно. Он и спускаясь в стан евреев разбивает скрижали. И наказывает грешников. И молится, и молил, как сказано там, и молил Муше. Горячая, убедительная молитва Всевышнему с тем, чтобы он пощадил еврейский народ. Когда подняли ропот, это уже после того, как целый год провели у Горы Синай и начали путь от Горы Синай к границе Ира Цисраэль, то был там ропот, тогда и молился Муше. Снова Муше пытается защитить еврейский народ. В случае с разведчиками, третий бунт, когда еврейский народ отказывается идти в землю обетованную. И сказал Муше Богу и служит египтяне. Снова горячая молитва, аргументы, убеждения. И вот теперь, в четвертый раз, при мятеже Короха у него опустились руки. Притча гласит. Царский сын провинился перед своим отцом. И приближенный отца и спросил для него прощения. Один раз, два раза, три раза, когда привинился в четвертый раз, то у приближенного опустились руки. Сказал Муше, ну как долго я могу тревожить царя? Быть может, он не захочет больше меня слушать. Вот ощущение того, что опустились руки. Почему опустились? Посмотрим внимательно на притчу. Что тот самый приближенный, который выпрашивал прощение сыну царя, почему он в четвертый раз не идет просить прощения? Быть может, он не захочет больше меня слушать. Ну, не захочет, не захочет, а может, надо... А почему бы не попытаться? Сил уже нет. На четвертый раз уже сил нет. Вот из-за этого почему Муше падает ниц? Потому что он чувствует, что у него нет больше сил молиться. Нет больше сил просить прощения за еврейский народ. И это приводит его в отчаяние. Дело не в споре с Корохом. И не в этом дело. И не вопрос, каким образом можно это доказать, не доказать, вмешательство, не вмешательство. То, что та линия поведения, которая была у него до сих пор, когда еврейский народ грешил, он не вставал в позу Эмиля Зуля, я обвиняю. Он вставал в позу защитника. Не прокурором был, а защитником. Он старался защитить еврейский народ, как мог. А сейчас не находит в себе сил. И это приводит его в отчаяние, поэтому он падает ниц. А что касается Короха и его сообщников, то им уже говорит так. Это 16 глава, 5 стих. И сказал Короху его общине. Утром Бог даст знать, кто его и кто свят. И приблизит к себе. И кого изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделаете. Возьмите себе совки. Ты, Корох, и вся община. И положите в них завтра огонь. И возложите на них курение перед Богом. И тот человек, которого изберет Бог, тот и свят. Хватит вам, сын Эмиля? Попробуем разобрать сейчас этот отрывок с предложениями. Коротко, если просто объяснить, что здесь написано. Мужик предлагает выяснить этот вопрос при помощи своеобразного турнира. Он не оправдывается, он не доказывает. Он предлагает. У вас есть претензии. Не будем даже входить в вопрос, насколько они оправданы, справедливы. Есть у вас претензии. Вы считаете, что те назначения, которые я сделал, я сделал. По своему разумению и нечестно. Я говорю, что это было от Бога. Давайте дадим ему возможность выбрать. Все те, кто считают себя обойденными, все те, кто считают, что имеют права на сам первосвященника, на привилегии священников, приносящих жертвы в храме, пусть все попробуют совершить одно из служений в храме, а именно воскурение благовония. Но только уже учитывая предыдущий опыт, который был знадавый Авио, чтобы было понятно, что исход здесь будет такой. Тот, кого выберет, того Бог приблизит. А тот, кого не выберет, он не просто останется в проигравших, он не будет. Его не станет. Уже был прецедент. Вот то, что предлагает муж. Вопрос, почему он откладывает все это на утро. Завтра на утро. Сейчас к нему пришли люди с претензиями, с возмущением. Ну, если есть возможность разобраться. Может быть, разберемся сразу. Почему откладывается все на завтра на утро. Раш. Мушен сказал, теперь мы в опьянении. То есть, если люди сейчас пообедали, то, наверное, как нормальные люди во время обеда, они еще выпивают немного вина. Это состояние негодное для служения. Не подобает в таком виде представать перед Богом в храме. Поэтому давайте отложим на завтра, на утро, с утра. Не будет этой проблемы. Продолжает Раши, что это было то, что сказал Мушек Оруху. То есть, это было его официальное объяснение, почему завтра, а не сейчас. А на самом же деле. Продолжает Раши, он желал отсрочить разбирательство на более, отложить разбирательство на более поздний срок. В надежде, что они раскаются. То есть, прежде всего, по возможности не спешить. Если можно сделать подобного рода вещи сейчас или завтра, лучше завтра. Потому что, может быть, те, кто сегодня, горячие головы, которые сегодня кричат и требуют и возмущаются, быть может, утро вечера мудренее, быть может, они одумаются и не будут продолжать лезть на рожон. В общем и целом, он идет в том же направлении, что и Раши, чуть более подробно расписывая, поскольку решение спора приведет к гибели бунтарей. То есть, если бы у нас спор решался бы другим образом, просто кто прав, кто не прав. Кто не прав, значит, ну, оказался не прав. Но здесь же это не так. Здесь же, как мы сказали, условия, тот, кто окажется не прав, то это будет его последний спор в жизни. Для него это будет летальный исход. И если так, то следовало дать им время одуматься. Ведь нешуточный разговор. Разговор идет о жизни и смерти. К чему особенно располагает покой и уединение ночи? Когда человек может одуматься? Когда он находится в гуче событий, в среде своих друзей, сообщников, тогда времени думать нет. Тогда люди говорят, тогда возмущаются, тогда строят планы. А вот ночью, в покое, в уединении. В чем здесь уединение? Когда человек отрывается от общества и возвращается в семейное окружение. И, оставаясь наедине с самим собой, выходит из-под влияния соучастников, мешающих ему нащупать верное решение. Ведь в толпе, в толпе бунтовщиков, даже в маленькой группе всегда есть групповая динамика, когда один подзуживает другого. И общая атмосфера, электризированная бунта, мятежа, она тоже подстегивает людей. Но когда человек вернется домой, останется наедине с собой и со своей семьей, без вот этого вот, без этой групповой динамики не исключено, что там он нащупает правильное решение, что лучше не продолжать. И расчет мужей оказался правильным. Как говорят наши мудрецы, если мы посмотрим на список бунтовщиков, то в самом начале, при первом выступлении, было три представителя Калена Рувен. Датан, Аверам и Он Бен Пеллет. На завтра, на утро. Те, которые выходят на это великое противостояние с мужей Аароном, это только два. Датан и Аверам. Это извечная оппозиция к мужу. А Он Бен Пеллет не является. Почему? Говорят наши мудрецы, когда он вернулся домой, то под влиянием жены. Он так и одумался. Жена сумела показать ему трезво, что ему нет смысла участвовать в этом бунте. Потому что, как бы он ни окончился, ему все равно из этого бунта ничего хорошего не выйдет. Мушей ли выиграет, Корах ли выиграет, он все равно останется со стороны, и ему нет смысла влезать в эту историю. Как пословица говорит, моя хата с краю. Вот это ему сейчас правильное было бы поведение. Он Бен Пеллет, наверное, аргументы, которые она провела, они очень простые, он Бен Пеллет, наверное, сам бы мог додуматься до них. Но когда он был в гуче событий, среди своих друзей, среди единомышленников, бунтовщиков, такие мысли ему в голову не приходили. А когда он остался наедине, дома с женой, то здесь все стало на свои места. И, по крайней мере, хотя бы один человек из бунтовщиков выбыл. Продолжает дальше Равир, вместе с тем, Мушей хотел использовать это время для увещевания тех, кто сбился с правильного пути, как будет видно дальше. И это вторая причина. Вторая причина, что за это время, за ночь, можно будет попытаться разобщить бунтарей, а именно поговорить с каждым из них по отдельности. И попытаться расколоть их единство, попытаться хотя бы кого-то переубедить. Не только вопрос о том, чтобы человек вернулся к себе домой и там наедине с самим собой или со своими домашними и обсудил этот вопрос, но и Мушей хотел использовать это для своих активных целей, для убеждения тех, кого можно убедить. Есть таких, которым ничего не поможет, но по крайней мере попытаться хотя бы поодиночке поговорить с каждым из них. Для этого стоило выделить это время. Поэтому все эти аргументы, все эти причины приведут к тому, что Мушей назначает сей необычный турнир на завтра утром. Еще одна деталь, которая требует объяснения, в словах Мушей, кажется, есть тавтология, повторение. Утром Бог даст, кто его и кто свят и приблизит себе. И кого изберет, того и приблизит себе. Он дважды сказан приблизит себе. Кого приблизит себе, того, кого изберет. Кого приблизит себе, того, кто свят. Ну, уже сказано один раз. Раши утверждает, что это два разных избрания. Смотрим Раши. Утром Бог даст, кто его, кого он избрал для служения левитов. И кто свят, кого он избрал для служения в качестве коина. Раши нам напоминает, что спор идет по поводу двух назначений. Прежде всего, широкое назначение права служения в храме, которое было отнято целиком у первенцев и передано левитам. То есть, прежде всего, оспаривается назначение всего колена леви, как служителей храма. Второй вопрос, отдельный от него, конечно же, связанный, но все-таки отдельный вопрос, это право на священство, на права коинов, привилегии коинов-священников принесения жертв на алтаре. И именно это объясняет нам вот это вот удвоение. Кого Бог, тот, кто свят, того Бог приблизит к себе, имеется в виду служить в качестве левитов, то есть, в качестве обслуживающего персонала в храме и кто свят, того он избрал для того, чтобы стать коином, быть коином и приносить жертвы на алтаре. Рамбан цитирует этот комментарий Раши и говорит очень хорошее объяснение. И так уж часто, очень часто Рамбан при всем уважении к комментарию Раши спорит с ним и показывает альтернативные пути, как иначе можно понять текст, а здесь он говорит, что это прекрасное объяснение. В Торе говорится, что Всевышний даст знать, являются ли левиты его служителями или по-прежнему его служителями являются первенцы. А те, кто свят, это коины. То есть, слово святость, происходящее от слова посвящения. кто посвящен для того, чтобы приносить жертвы, посвящен служению, это коин. И здесь Рамбан останавливается. Стоп. Немножко мы уже затрагивали этот вопрос, но сейчас он поворачивается несколько иначе. вождь всего этого выступления Корах. Он проталкивает всю эту программу. И он поставил на обсуждение два вопроса. Кто имеет право на то, чтобы быть служителями храма, и кто имеет право на то, чтобы быть священниками, коинами, которые приносят жертвы. Что касается его самого, конечно, он заинтересован. Он левит, он уже и так левит, он имеет отношение к храмовой службе, он хочет больше. Он хочет права коина-священника или даже первосвященника. Но зачем ему поднимать вопрос о легитимности служения левитов? Он то сам левит, и если привилегии левитов на храмовую службу будут признаны нелегитимными, значит, он лишается этих привилегий. Так зачем же ему было поднимать этот вопрос? А получается, что турнир, который ему назначил, должен выяснить два этих вопроса. Кто имеет право на службу в храме в качестве левитов, а кто имеет право быть священником коина? Продолжает Рамбан, ведь корок желая, повести за собой народ, оспаривал также избрание левитов. То есть, конечно же, на самом деле, корок ничего не имел против избрания левитов, это его права, его привилегии, но ему нужна была поддержка народных масс. Он не мог выступить, как волк-одиночка, как революционерка, про которых, как там сказано, страшно далеки они от народа. Нужна поддержка или хотя бы пассивная поддержка нас. Поэтому, чтобы заинтересовать их, он поднимает вопрос об избрании левитов, призывая возвратить право служения первенцам. И себя он выставляет здесь как борец за общественное дело. Я же не за себя борюсь. Наоборот, что касается меня, то я левит. Мне от назначения того, что наше племя были назначены служителем храма, мне только хорошо. Но я борюсь, я готов пожертвовать, я борюсь за общественное дело. И мне не страшно пожертвовать этим. Стало бы, когда первенцы, а это и были, по утверждению ряда комментаторов, таких как Ибнезра и других, 250 людей, которые примкнули к короху. Это были первенцы, которые жаловались на то, что у них отобрали право приносить жертву. Стало бы, в тот момент, когда все это закончилось для них очень печально, и они были сожжены, ибо снизошел огонь свыше и сжег их. Стало очевидно, что Всевышний не избрал их для служения, что эта вот реформа, которая отняла права у первенцев и передала их левитам, она была свыше, а не придумана мушей. А когда было принято воскурение Аарона, эти сгорели, а участвовал во всем этом еще и Аарон, у которого тоже была кадильница с углями и с благовониями. и в тот момент, когда его воскурение благовония было принято, значит, при этом было решено, решен и второй вопрос, который стоял на повестке дня, кто может быть коином священником? Аарон и его потомство. Из объяснения Рамбана получается, что сообщниками Кораха не могли быть левиты, потому что вопросы, которые поставил на повестку дня этот бунт, они конкретно касались левитов и требования были именно отнять у левитов недавно полученные ими привилегии. Стало быть, они не могли участвовать в этом бунте. И если Корах поднял этот вопрос, то он здесь как шахматист делает, жертвует слоном для того, чтобы заполучить какие-то более серьезные бюджеты ему необходима, как говорит Рамбан, поддержка народных масс, поэтому он начал вдобавок к тому, что он спорит о праве на пост первосвященника и право быть священником, он начал обсуждать и вопрос о замене первенцев на левитов. Но если так, то как понять то, что говорит, то, что отвечает Муше? «Тот человек, которого изберет Бог, тот и свят, хватит вам сына и леви». Что значит «хватит вам сына и леви?» «Хватит вам того, что вы имеете, что вы просите больше». Сыны и леви, разве они участвуют в этом будете? Разве они участвуют в мятеже? До сих пор никто не упомянул их, а более того, это же не было мятежных против самих себя. И дальше, восьмой стих в шестнадцатой главе. «И сказал Муше Коруху, слушайте же, сыновья леви, мало вам того, что Бог Израиля выделил вас из общины Израиля, приблизив вас к себе, чтобы отправлять службу в святилище и предстать перед всей общиной для того, чтобы служить за них и приблизил тебя и всех твоих братьев, сынов леви с тобой, а вы добиваетесь еще и священства?» По этому слову, получается, Муше увещевая из сынов леви, хватит вам того, что вас избрали, вы хотите больше? Но если на повестке дня стоит вопрос о легитимности избрания левитов, то как они могут участвовать в этом бунте? Какое им дело за этого мотивля? Наоборот, они должны встать сейчас все стеной на сторону Муше. Как же это понять? Продолжает Рамбан, «Почему же тогда Муше сказал «Хватит вам, сыны леви?» Да потому что Корох вводил в соблазн все колено, призывая возвратить право на служение первенцам от всех колен. Говоря «Вся община все святы». Вспомним самый первый лозунг Короха. «Вся община все святы». «Почему же вы», обращаясь к Мушеяру, «Почему же вы возноситесь над общиной Израиля?» «Все святы». «Коли все святы не нуждаются в никаких посредниках, сами могут приносить жертвоприношения». Не все, конечно, но из всех не должно быть выделять какое-то одно колено, какую-то одну касту. Первенцы в каждом семействе. Каждое семейство будет иметь право на жертвоприношение, а кто будет это делать за них? Первенец. Но Муше благодаря своей мудрости сумел показать народу подспудное намерение Короха. требовавшего для себя коинства. И снова, значит, лозунгами Короха было отмена привилегий левитов, возвращение права на служение Богу жертвоприношениями первенцам. Муше вскрыл, что на самом деле это только предвыборная пропаганда, это исключительно популистские лозунги для того, чтобы потянуть за собой массы, народные массы, в особенности обиженных людей, которым можно играть на их самолюбие, говорить им комплименты, и они с удовольствием эту наживку заглотают. Но на самом деле то, что его интересует, они его на самом деле не интересуют. Его интересует он сам. Он хочет быть священником. Он хочет быть коином. Поэтому Муше сказал, хватит с него того почета, которого достоилось его колено. Хватит вам сыны Леви. А потом сказал, послушайте-ка, сыны Леви, обращаясь к самому важному из них Короху. То есть, хотя Муше обращается здесь во множественном числе, сыны Леви на самом деле он обращается к Короху, только говоря о нем во множественном числе, ибо он наиболее важный, наиболее выдающийся из всех Левитов. Поэтому к нему он обращается сыны Леви. Хватит вам того. Ты Корох, вы Корох, достаточно приближенный Богом, который сделал тебя служителем в храме, этим возвысленным и тем остальным народом. Ты еще хочешь свещество? Может быть хватит теперь этого? Как и сказано дальше. И сказал Муше Короху. Ведь как там сказано еще раз. «И сказал Муше Короху». Восьмой стих. «И сказал Муше Короху, слушайте сыновья Леви». Не написано «И сказал Муше Леви». «И сказал Далнуши Короху, слушайте сыновья Леви. Стало быть, это обращение сыновья Леви, это обращение во множественном числе, но оно направлено к Короху. Вместе с тем, вместе с тем. При этом он имел в виду и все колено Леви. Говорит-то он с Корохом и называет Корохом на Леви. Но он хочет, чтобы все Левиты его услышали, предостерегая, чтобы никто из Левитов не увязался за Корохом. Хотя увязаться за Корохом – это против интересов Левитов, да. Но достаточно бы в истории видели самоотверженных революционеров, которые готовы были пуститься в бунты, в мятежи, в революции. И несмотря на то, что эти мятежи были направлены против их сословий, их социальных групп, это уже динамика и романтика революции, бунтов и так далее. Она всегда увлекает за собой и людей, которые, казалось бы, интересы, их социальные, классовые, групповые интересы оказываются совершенно по другую сторону баррикад. Вместе с тем они все-таки участвуют в революции. Поэтому на всякий случай мужи обращаются здесь к Короху так многозначительно. Бней Леви, сыновья Леви. Не только для того, чтобы Корох его услышал, но и остальные сыновья Леви тоже услышали и одумались бы. Хватит вам того, что вы имеете. Остановитесь. Ну и теперь вопрос, к которому переходит Рамбан. Почему вот эти вот условия, турнир, который предложил Муше, по сути дела это суд Божий, чтобы Всемышний вмешался и указал на того, кого он избрал. И тем самым подтвердил утверждение Муше или опровергнул их. Почему это решил Муше делать через воскурение, благоволие? Это была его идея или это тоже он получил указание свыше? Если он получил указание свыше, у нас вопросов нет, почему так Всевышний восхотел. Но если это было его решение, то откуда у него была уверенность, что это предложение будет принято свыше? Он предлагает, давайте устроим Божий суд, пусть Всевышний сам укажет. Каким образом он укажет, я вам сейчас скажу, через воскурение благоволия. А если Всевышний не согласен через воскурение благоволия? Откуда пришла эта идея, откуда уверенность? Отвечает Рамбан так. Муше сам выбрал испытание воскурения. Вот это он не получил свыше. Сами назначения, да, свыше. А это предложение, это было его предложение. Предпочтя его другим жертвоприношениям. То есть он не... Идея-то здесь была простая. Взять одно из служений при храме и при помощи его установить вот этот вот... Этот эксперимент. У кого это пойдет, а для кого это будет закончиться летальным исходом. Почему воскурение благоволий, а не какая-то другая храмовая служба? Поскольку он уже видел, как Надав и Авил были сожжены Богом, когда попытались принести воскурение, которое не было заповеданным. Был уже прецедент. Люди, которые... Сыновья Аарона, которым не повелено было в день освящения Мешкана, в день освящения соборного шатра, они сами захотели принести воскурение благовония. Не заповеданные. Абсолютно излишне в этот момент. И в тот момент, когда они сделали то, что им не было... Речь не шла о каких-то вещах запрещенных. То, что не было заповедано. И они сами решили сделать этот шаг, то закончилось это все печально очень. Они погибли. Ну, вот это показалось Аарону как раз. Это показалось Муше, простите, как раз подходящим испытанием сейчас. Да, но если так, если незаповеданное воскурение благовония чревато подобным наказанием, то тогда и Аарон оказывается в опасности. А чего-то вдруг завтра они будут устраивать принеси воскурение благовония в качестве турнира состязания. Аарон должен был бы сказать, почему, как это. Аарон, он разрешил принести это воскурение по требованию момента. Есть такое понятие. Валахе хораат шаа. Требование момента, когда это не может быть законом на все времена, но вследствие критического момента можно это дело разрешить. Или, возможно, пишет Рамбан, что это было обычное утреннее воскурение. То есть, в ходе утренней службы это действие совершается по закону при зажигании свечей, когда сначала очищают свечи, меняют в них фитили, зажигают свечи и вот в это самое время воскуряют благовония. Так что не исключено, что это не было специальное такое, специальное воскурение благовония в качестве такого божьего суда или турнира. Нет, просто в ходе утренней службы в храме это должны были сделать все те, кто претендует. Аарон с одной стороны, Корах и 250 его сообщников с другой стороны. Может, я был уверен, что Всевышний осуществит слово своего раба? Теперь мы подошли к второму вопросу. Если все это было идеей Моше, то откуда у него уверенность, что все получится так, как он хотел? Он как бы здесь ставит условия Всевышнего. Вот, сверши Божий суд, вмешайся вот в таких-то условиях. Он был уверен, что Всевышний осуществит слово своего раба. И тут Рамбан, чувствуя, что этого комментария недостаточно, предлагает другое объяснение. И мне кажется, что в этот момент, и потом, когда он сказал, Аарону возьми совок, положи на него углиц жертвенника, это дальше, когда начался мор в общине, то на нем была рука Бога. Это озарение, которое называется руах акодыш, то есть пророческий дух. Подобно тому, что озаряло Давида и Шлумо, когда они писали свои книги. То есть, Рамбан здесь возвращается к самому первому вопросу. Это была инициатива Муше предложить испытания воскурением благовоний, или это было свыше? Поначалу Рамбан пытался объяснить это, что это была идея Муше, ну а как он мог быть уверен, откуда он знал, что Всевышний согласится на его условия, вмешаться на его условия, он был уверен. То есть, нам понятно, что не было здесь прямого указания Всевышнего Муше, сделай так-то и так-то. Такое прямое указание, когда Всевышний говорит человеку, называется пророчеством. Откровение Бога человеку, контакт Бога с человеком, когда он дает ему какие-то указания, или внушает ему какие-то истины, говорит ему что-то, требования какие-то, это пророчество. Есть ступень ниже пророчества. Это руах акодыш. Или наиболее точно подходящее здесь русское слово осенение, когда человека осеняет свыше. То есть, мысль зарождается у него, но это не его мысль, это мысль внедренная. Он воспринимает ее как мысль зародившуюся, но при всем при этом, и здесь снова нужно говорить, что есть, арамкально объясняется, есть две ступени, руах акодыш. Есть просто руах акодыш, как то, что он говорит здесь, подобно тому, что озаряло Давида и Шломо, когда они писали свои книги. Так, у нас есть два вида книг в Танахе. Есть три, точнее, три ступени. Есть Тора. Тора – это то, что прошло через Муше. То, что прошло через Муше, самого скромного из всех людей, самого великого из всех пророков, это непосредственно Муше здесь был только как бы озвучивающим то, что говорил «Шхинами доберет метогрунок», так мудрецы говорят, «Всевышний говорил его устами». Муше здесь не прибавил ничего своего, ни оттенка, ни интонации, ни междометенчика. Следующая ступень – это пророки. Книги, начиная от Юшуа, Шофтеем, Судия, книги царей, книги Шмуэля – это пророчество. Здесь уже это то, что Всевышний говорит пророку в пророческом откровении. Пророк воспринимает это и записывает. Это на ступенечку ниже, поскольку здесь уже есть определенное влияние личности пророка на восприятие этого пророчества. То есть Всевышний говорит с каждым пророком на его уровне, на его учитывая его индивидуальные особенности. Наконец, третий уровень – это руаха-кодыш, осенение с выше. То, которое, это озарение, осенение, которое испытывали царь Давид, Шломо, когда записывали свои книги, это третья ступень, кту-вим, писание. Сюда входят псалмы царя Давида, сюда входят книги царя Шломо, Мишлей, притчи Куэллет или Экклезиаст и другие. Это уже не прямое общение. Нет при внушении этих идей, этих книг, нет прямого контакта пророка с Богом. Нет здесь и сказал мне Бог так-то и так-то и так-то. Ибо это осенение. Мысль зарождается в сознании человека. Но при всем при том, говорит Рамбхай, что когда мы имеем дело с подобного рода осенением, с Руаха, какого-то же с духом, с пророческим духом Давида и Шломо, то здесь человек, воспринимающий это, он знает, что та мысль, которая зародилась в него сейчас, это не его собственная мысль, это мысль внедренная. Он вот это озарение ощущает. И благодаря этому озарению вещи становятся настолько понятными, настолько очевидными, настолько глубоко воспринимаемыми, что у него совершенно нет сомнения, что это свыше. Есть еще четвертая ступенька, то, что тоже иногда называется Руаха-Кодыш, духом пророческим, но это лишь заимствованное выражение, а это осенение, Рамба называется Руаха-Кодыш де-Хохма, то есть это пророческий дух, пророческий дух мудрости, то есть то, что происходит с человеком, после того, как человек сам обдумывает что-то, пытается понять что-то, глубоко проникает смысл вещей, но при всем при том самостоятельно у него не получается понять это достаточно глубоко, пока наконец приходит озарение, о, вот оно, здесь человек не ощущает что ему эту мысль внедрили, у него такое ощущение, что думал, 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 и вот наконец-то вдруг после того, как он думал, 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 и ощущал, что он в тупике, вдруг приходит озарение, вот, понял, это уже награда за глубокое размышление, постижение, изучение, но это не тот Руаха-Кодыш, о котором говорится здесь, и так утверждение Рамбана, что в тот момент, когда Муше сказал Кораху, что Божий суд мы совершим через принесение, которое, через принесение, через воскурение благовоний, второе объяснение Рамбана, то, что здесь был Руаха-Кодыш, то есть Всевышний внедрил ему эту мысль, эта мысль не была инициативой Муше, и поэтому у него не было сомнений, а что будет, если Всевышний не примет этих условий, это было внедрено ему свыше, Всевышний сам захотел, чтобы вопрос решался через Кторит, через воскурение благовоний. Ну и, пожалуй, посмотрим еще комментарий Раши, который задает несколько вопросов, один исходит из другого. Вопрос первый, почему Муше поставил такие жесткие условия и почему он решил вот именно предложить им вот такой вот турнир. Не вопрос о том, почему Кторит или нет, а вообще сами рамки. Что побудило его говорить с ними так? Он им сказал так, смотрите, у народов мира есть множество ритуалов, множество жрецов. Там, если мы посмотрим древний мир, то древний мир очень плюралистичен. Есть там религиозный плюрализм. Много богов, много жрецов, много святилищ, в каждом городе свое божество, а иногда и несколько боги-покровителей, много жрецов, много оракулов, много ритуалов. А у нас не так. Что делать? У нас есть только единый бог, один ковчег завета, одна тора и один жертвенник, и один первосвященник. А вы все, сколько вас, 251 человек, и вы все домогаете с первосвященством, но ведь предположим, что вы правы, предположим, что я назначил Аарона как своего собственного брата, не он должен быть, а кто тогда? Вас 251 человек. Хотите все быть первосвященниками? Если от меня зависит, я, пожалуйста, я согласен. Вот вам служение, которое Всевышнему милее других, это воскурение благовоний, но только знайте, что к нему примешано смертоносное снадобие, от которого погибли надав и авиум. Поэтому он их и предостерег. И будет человек, которого изберет Бог, он свят. Ну, разве мы не знаем, что избранный ему он и свят? Свят имеется в виду не святой праведник, имеется в виду свят посвящен. Он посвящен Богу. Тот, кого Бог изберет, он и посвящен Богу. Ну, естественно, он посвящен, поэтому Бог его и изберет. На самом же деле, Мушет сказал нам, что за этим скрылось. Вы не рискуйте жизнью, одумайтесь. Человек, которого изберет Бог, выйдет живым, а все остальные погибнут. И здесь Раша продолжает следующий вопрос. вопрос. Но как понять здесь, каково рациональное поведение? Ведь мы имеем дело с людьми, так вот, понимаем, рациональными. Почему они принимают такое условие? Когда шанс каждого из них выжить, это один из 250. но не глупцы ли они? Ведь он предостерег их. Они все же решили совершить воскурение. Даже после того, как он сказал им, ковы условия. Один останется живым, остальные погибнут. Они просто не дорожили своей жизнью. Как сказано, как в дальнейшем говорится, совки этих согрешивших против своих душ. Что это означает, что не дорожили своей жизнью? Просто были такие люди, для которых конечно нет. Как это объясняет Энне Циев, конечно, к этому еще вернемся, это были люди, которые хотя бы для одного часа, для одной минуты близости к Богу через, они знали, что служение Богу через воскурение, оно реально дает человеку ощущение самого высокого наслаждения духовного, которое только есть, близости к Богу. Это почти как пророчество. Не пророчество, но уже очень близко. Ради этого готовы были рискнуть жизнью. У них мало шансов выжить, готовы были пойти на это. Было здесь самого пожертвования ради шанса, пусть малого достижения, и не только шанса, шанс маленький, но даже если они погибнут, хотя бы тот самый миг, когда они сделают это, когда они принесут это воскурение и достигнут этой духовной вершины, пусть это будет для них последнее ощущение в жизни, но они этого достигнут. Вот что означает люди, которые не дорожили своей жизнью, то есть люди, которые готовы были отдать свою жизнь ради достижения высоких духовных ступеней. Но что толкнуло Короха, который был разумным человеком? То есть понятно, что поведение этих людей, может быть, оно возвышено, может быть, оно с их точки зрения, может быть, оно и рационально, но неразумно, потому что не может человек, не должен человек отдавать свою жизнь, даже ради, не может уж тем более приступать закон, даже ради высоких намерений, высоких материй. А Корох-то был разумным человеком. Как же он прошел на такое безумие? Проблема Короха была в том, что он был не просто разумным человеком, но и великим человеком. Его величие его и погубило. Его дальновидение подвело его. Он предвидел Корох, обладал пророческим даром. И будучи способным на пророчество, он способен был заглянуть и в будущее. И он предвидел целую цепочку поколений, которые происходят от него. И среди своих потомков он увидел одного из самых величайших деятелей всей еврейской истории, пророка Шмуэля, который происходил от Короха. И о нем царь Давид скажет, что он, Шмуэль, был равносилен Муше и Арону. Муше и Арон с одной стороны, а мой потомок с другой стороны, который равносилен. А откуда этот потомок взялся? От меня? Если так, стало быть, он пришел к выводу, что ради него он и будет спасен. Так может ли он молчать, если все вот это величие, вся эта цепочка поколений, которая приведет к Шмуэлю, все это произойдет от меня? Стало быть, слова Муше, кто изберет, тот, кого изберет Бог, он и свят, он понял, что имеется в виду, и он принял это. Да, конечно, один останется в живых, остальные погибнут. Кто это останется в живых? Это он. Если не он, то откуда же произойдет этот великий человек Шмуэль, который будет, который родится через сотни лет. Но одной маленькой детали Корах не видел. Не от него произойдет Шмуэль, да, но точнее, не потому, что он останется в живых. У Кораха к тому времени уже были дети. Они в последнюю минуту раскаются. До сих пор они естественно поддерживали своего отца. Естественно и нормально. Но в последнюю минуту они раскаялись. И раскаявшись они спаслись. От них произойдет Шмуэль, а не от Кораха. А он погибнет. Так что причиной гибели Кораха оказалось как раз его величие. Его способность, его духовная высота, его способность даже предвидения в тот момент, когда к этому примешалось силы души человека. Человек великий. Это еще не значит, что это великий человек. Поскольку он великий, он пойдет в правильном направлении. Если он великий, то идя в правильном направлении, он будет великим праведником. Идя в неправильном направлении, он будет великим неправедником. То, что произошло и с Корахом. В тот момент, когда примешалось к этому еще и честолюбие и желание возвыситься, пусть, он хотел возвыситься не для того, чтобы иметь какие-то почести, он хотел действительно духовной высоты, которую обещало священство, но он хотел ее себе. И было здесь честолюбие. Честолюбие плюс пророческий дар, плюс величие, плюс-плюс-плюс, все это и привело его к гибели. Ну, уже конкретно о том, как все произошло, это и о самой гибели Кораха мы уже будем с вами говорить на следующем уроке.